всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня такое вот видео с таким значком почему нет святых на заднем фоне картинка иисуса за которым идут желающие идти его путем неся крест за ним как он нес свой ролик называется почему нет святых на картинке на значке видео но название его цветы их нет как бы ответом на этот вопрос потому что нет желающих ими быть нет желающих и нет решимости ими быть это читать мы с вами сегодня вот эта иллюстрация ролик в соответствии появился на этот свет благодаря сороковому поставлению антони великого а святой жизни о добрый святой же доброй нравственности святой жизни вы знаете я читаю изборочно некоторые наставления полностью просто озвучено они меня на канале христолюб чтение библии иных писаний есть кому интересно ну а я какие решил взять за основание для проповеди для вас зачитываю и кое-что говорю обязательно сравним всегда с евангелием жизнь и учением иисуса христа ну и поговорим сегодня еще серафима саровского вспомню в общем такой объемлющий роме ролик конечно говорить я буду о том чем я уже давно постоянно говорю ничего особенного нового я сейчас не произношу в последний уже не знаю год нами своих проповедей до полгода точно наверное с нового года 2022 года сегодня у нас 21 июля многие вещи уже перемусоливаешь потому что в принципе знаете иисус проповедовал три года ему достаточно было чтобы сказать людям правду истину да уж последует они за ней нет и другой вопрос а тема о которой сегодня заявлено я тоже говорю неоднократно что просто нет желающих быть святыми это факт да ну и давайте почитаем что антонио тоже не для авторитет подтягивания там своих слов слов иисуса ну а для по себе замечал мы вот когда смотрим какие-то интервью до когда еще кто-то так думает также говорит нас это утверждает действительно нам это дает пищу для размышлений на это нам это просто отрадно да у нас какой-то внутреннее действительно все равно ощущение что я не одинок дело не в авторитете а дело действительно в одиночестве до того что ты их истина конечно не большинстве мудрецы говорили что если ты согласен с большинством подумать в чем-то не правда очень важно поэтому даже если ты остался один на этом свете но ты знаешь и чувствуешь что стоишь в истине стоит до конца неважно хоть весь мир против тебя поэтому это конечно действительно так над поступать но когда то узнаешь что ты не один это не обязательно это если большинство до мудрецы играли потому что истина она действительно у малого стада и малое стадо в истине находится то есть небольшое количество людей во все времена и всех времен и народов вот и но все-таки если не один и вас двое трое действует всегда от родные и очень радостно знать просто да ну давайте почитаем в принципе вопроса два не стал я делить обычно я делю вот но они достаточно связанные хотя один является началом другого можно было бы разделить а может быть разделю слушайте давайте разделим на 2 точно то я легко будет значок для видео делать мы еще раз с вами почитаем причем кстати мы с вами точно также задублируем опять антония и серафима саровского ну естественно иисуса христа давайте так и сделаем мысль была о том что нет желающих а потому что они есть то будет все достигать путем возрастания прочитая целиком они так очень короткие эти наставления то не всегда текст у вас на экране никуда можно не бегать не обращаться все читать прям с экрана стараюсь максимально приближать делать крупным чтобы даже с маленького смартфона все было видимо читабельно очень удобно да ну давайте зачитаем прямые речи антони великого нули кому и приписывай до добрым и мудрым добрым все что святым и хоть здесь антонии пишет добрым и мудрым мы знаем с вами по первому пункту выражаясь к антонию это выражение к его наставлениям это применимо кто меня уже слушает последовательно знает такой тем более по этим наставлениям в первом пункте в первом так называются наставление антони явно дал понять что для него умный человек и добрый это одно и то же и наличие ума человека это является следствием его доброты а доброта и есть признание того что человек умный человек творит добрые дела всех добрый да ну здесь как бы сказано добрым и мудрым да ну мало ли человек мог говорить в разные времена говорите детским языком как это говорится взрослым языком до для разной аудитории бывает от язык перемешивается и в одном предложении в одной проповеди человека до проповедника ну так уж бывает добрым и мудрым да что в принципе равно человеком вдруг в одно мгновение сделать снизи но достигается это внимательным убеждением упражнением опытом продолжительным подвигом и главное сильным желанием доброго дела добрый и боголюбивый человек истинно познавший бога покоя себе не дает делает все без исключения угодное богу но такие люди редко встречаются мы сегодня даже еще мы даже сегодня вот по этой теме это того что нет желающих мы даже антоне еще одно очень и такой случай интересные вспомним и поговорим о нем у серафима саровского и ну ему так приписывает знаете за теми серафима саровского кто знает это вообще целая история она тоже тайна покрыта мраком есть краткая версия ну которая в житиях в этих в мечетях описано до так называемых книгах канонических для службы чете менее а я есть развернутая вы знаете в развернутом такого наградили собрали все что психбольные бабушки даже там писали говорили нам такое у серафима саровского якобы есть два выражения вот с первым больше шанса что она была и она действительно они обе адекватные яме конечно в том же те в которые читал я помню даже я помню так до конца не дочитал так называемый развернутый самый большой какой-то там она тоже официально но там такое от наградили уже думаешь господи бедного и суши серафима был действительно нормальным адекватным старцем до сделали из него просто какую-то ну какого-то тоже больного старичка на голову больного да вот это так таким житие собрали то всю ерунду какую можно же там вообще доходить доходил до безумия до какого-то я аж по-моему бросил читать я ком-то моменте но знаете вот эти вот цитаты которые я все тоже слушайте вы начнете их искать у меня в свое время конечно же все было я практиковал три года активно пятилетку за два дня кто знает я вся всей головой бросаюсь всегда во все и практиковал я искренне глубоко с познанием всей службы всего да чуть ли не готовился быть попом ну так образно да вот знают все кто изнутри очень хорошо не как шпион да действительно я искренне искал церковь христову где эти христиане вот в россии первое что тебя встречает с распростертыми объятиями так скажем помню встреча была тоже далеко не теплая кто знает как встречают православные да ну вот так вот было да и и и мне конечно были я мог бы вам дать точные ссылки ну насколько это можно точная честно в этом видео даже не могу вам дать цитаты но это я помню что вот эту цитату я что я обе помню что читал у него вот естественно они в житиях может каких-то еще кто знает есть же всякие патарики русские патарики естественно я много изучал кто знает я очень хорошо и глубоко изучал предание вот этот православной секты и поэтому я уж конечно сам этого даже то что сейчас уже текст я подбирал на своей страничке вот опубликовал я уже взял просто с интернета и вы когда даже вот это вот попытайтесь найти откуда вы прямой ссылки на источник не найдете вот и второй случай который я помню я ведь я верху вспомнил сейчас опять чисто перед записью ролика прям буквально и я его даже не буду в текст переносить вот просто в таком в голосовом формате вот сейчас вам скажу видео формате и и все да вот да и как я всех раз слушайте не суть важно кому все это принадлежит в древности эпохи менялись и были были времена когда наоборот люди писали что-то и назывались имени от писали от чего-то имени прикрывать чтобы ну как им неважно было прославит их или нет лишь бы нам любыми средствами их мысли на бумажке достигли аудитории да и наоборот какой-нибудь неизвестный человек приписывал какому-то известному свое творение но сама никто опишу вот апостол павел да там это написал да или даже иисусом на вот пишет просто текст пускает его куда-то в народ или на словах это говорит и все это разлетается да вот а были эпохи когда наоборот да вплоть до плагиат до наоборот как мы знаем авторские права типа существует и вот наоборот люди колчат воровали и скажем слышали где-то и приписывали от себе хотя сам он услышал в другом городе на площади какого-то мудреца но говорит уже в своем городе не ссылаясь на то что он это слышал в соседнем городе и в общем-то и он и потом молва всенародная приписывал ему там эти выражения мысли цитаты точно так же книги целые творения да и он наоборот этому был рад так что здесь все то же самое не суть важно было это не было был лет серафим сыровский или нет но я просто помню за что купил за что продал вы знаете да и я вот помню что вот я к серафиму читал евро у меня уже не осталось и когда у меня был не дар сайт был православный так называемая истина ну проповеднический который я пытался материал там всякие сайт сам делал выкладывал потом я закрыл когда уже целиком с православием разорвал все эти нити да вот ну вот что-то в главе все равно остается естественно я всегда говорил что все самое лучшее как мудрый книжник познавший небесное царство познавший истину всегда из старого из нового все вынесет доброе да вот вот я этим сегодня и занимаюсь но вот однажды у святого серафима саровского такое вот есть так скажем аллада спросили отче а почему сейчас нет таких великих святых какие были раньше в древности и преподобно ответил нет потому что у людей не хватает решимости но это я помню дописал таким еще более я делаю такие все серыми текстами более блеклыми здесь еще он более блеклый по моя уже приписка нет желания да то есть нет желания не хватает решимости то что решимость из как бы воли имеется ввиду да на самом деле у многих нет никакого желания уж понятно сначала мысль да потом желание сердце да я захотел потом воля то есть моя решимость я либо решаюсь на это либо нет и появляется дело да ну неважно дело может слове выразиться это уже тоже словом это что материальная вещь и кто-то может слышать видите сегодня бумагу изложили вот в аудио микрофон сказали на видео записали да с микрофоном вот вот мы сегодня этой темы коснемся по сути можно назвать бы было еще опять рождение зачатие от духа святого кто знает такие темы в христианстве да вообще в религиозной пару теме распространены такие понятия словосочетания вот но вы видите мы с вами прочитали что добрым и мудрым человеком антони пишет вдруг в одно мгновение сделать нельзя второй ролик который решил отделить мы поговорим с вами возрастание вот поэтому я все-таки решила отделить ладно давайте ничего не делить все поговорим вместе первое у нас тогда просто мысль это о зачатии да вот это очень важно говорил ли об этом иисус я сейчас даже не буду вам переключать на евангелие да я вопрос по памяти очень просто элементарные вещи вспомнили как иисус говорил конечно же какие вещи подобные иисус говорил только навскидку даже не готовился к этому тоже видео особо тогда иисус говорит как хотел бы я вас собрать подкрыли свои но вы не захотели да чтоб собраться подкрыли к иисусу ппп под его посесть на его престоле что нужно быть таким же как он да как иисус говорил я я я огонь низвел на землю да и как уже хотел бы чтобы он возгорелся там перевели как огонь в идеале может перевести как искру до искру как я вот искорка кто видел как начинаются пожары действительно достаточно на солому на поля там в лесах на сухостой попасть просто искорки из там из вашего костра кто-то окурок бросил или что-то подобное ну и действительно природные может катаклизмы там молния и все и все возгорается да иисус говорит я принес маленькую искорку что такое конечно же иисус что подразумевал под огнем как перевели в синодальном переводе или искорка естественно его учение евангелие благая весть о жизни учения о том как стать святым через это попасть в небесное царство любви иисуса христа где все святые где 1 до 1 1 доброта и любовь вечная жизнь и свобода вот конечно же это просто образа потому что иисус говорил и о семечке о самом маленьком что-то договорилась да что это семечко который надо принять и тогда она вырастает уже большое дерево вот ну по сути иисус тоже неразрывный притч хорошо я говорю хотел разорвать в принципе не зря так ролик тогда и назвал не 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 зачать опять не рождение свыше не возрастания в духе действительно назвал ролик почему нет святых уже да но святость начинается зачатие да вот это зачатие принятие до семени это очень важно да вот иисус конечно же об этом много говорил да еще иисус говорил что пришел от притечи до путем тоже праведности вот но еще и внешне такой так называемый праведности да не и не ест там мало ущемляет себя даже в законной пищи есть там ограниченное количество и качество пищи вина там не пьет хотят все не грех да есть разные овощи фрукты все да но притечь креститель христов ел совсем чуть-чуть совсем однообразную пищу не пил вовсе там вина и алкоголя никакого да иисус говорит и вы его отрицаете да пришел сын человеческий есть до что позволено из божьей пищи и пьет вино и говорите в нем без да и не принимайте его я вот после этих слов иисуса какие вам напомнил вот хочу привести вам есть все такое пятое наставление антония великого есть не есть ну жизнь у меня кстати на канале христа любит библии написать вам сказал есть все и его жизнь и письма и но наставление давняя как раз нету а вот жизнь письма но сам основное и его наставление вот эти не у меня есть а вот это это откуда это есть у меня есть ссылка а это из продолюбия вообще из речения то есть вот тоже сборник до протолюбия кто знает есть такой да и вот оттуда этом вот там разные есть как я влюбить везде по крупицам собирали давайте прочитаем сила движущая на подвиги и поддерживающая в них то есть тоже темы очень исходная я ведь не зря все это собрал замечательно на сей предмет слова антония к тем которые одного не хотят а другого не могут могу вам сказать что это одно из любимых и тоже сильно на меня повлиявших я такие вещи как видите на всю жизнь запомнила и даже несмотря на то что как я вам сказал в принципе все удалил у себя все что касалось нам православить святых отцов я тоже собирал собирал симфонии много было чего я в оригинале много чего читал все делал выписки для себя но что-то меня цепляло так причем того сам антония очень любил я подражал его жизни я неоднократно перечитывал его жизнь учения как видите даже чем я уже писал уже выйди из православия так скажем от него отрекшись да и все равно записала жизни и и письма а наставление вот я записал через шесть лет можно сказать вот буквально несколько месяцев назад да вот то есть все равно с такой теплотой и любовью я отношусь вот к этим вещам да не до лампочки православный истин никому не принадлежит мне не претендует действительно если это то не существовал да и был таким великим мудрецом и по мне действительно святым неважно канонизирует его или нет несет у него много умных по и правильных вещей да и вот это событие тоже я помню на меня очень сильно повлияло я между конечно ему иисус как я говорю то что с вами говорили что увидели да такую же фразу ничего нового не просто другими словами более того тоже как бы случай вроде как из реальной жизни то есть не просто слова антония а именно случай с ним произошедший ну понятно возможно неоднократный пришли однажды какие-то братья к святому антонию и говорят ему дай нам наставление как спастись старец отвечала вы слышали писание и это весьма довольно для вас но они сказали мы от тебя отец хотим что-нибудь услышать тогда старец сказал им в евангелии как сказано если кто ударит тебя в правую щеку то поверни к нему и другую они говорят ему мы не можем этого сделать старец сказал если вы не можете подставить другую щеку то по крайней мере переносить удары в одну и этого не можем отвечали те если этого не можете сказал старец по крайней мере не платите ударом за удар до антони уже планку сводит ниже просто некуда братья сказали и этого не можем они даже не могут в ответ не ударить да тогда святой антоний сказал ученик по своему приготовим немного вареной пищи они больны если вы одного не можете а другого не хотите то что я вам сделаю нужно молиться там непонятно по тексту и самим или другим о них чтобы пробудился в них дух ревности нравственная энергия так вот написано в добротолюбие том 1 четвертое сказание из речения станут великое и сказание о нем силы движущие на подвиги и поддерживающие в них удивительный случай то же самое как мы с вами только что прям прочитали до 1 в 1 это сороковое вот это вот с вами доставление которому я вспомнил слова иисуса о чем уж туда к вам к вам и приходит иоанн креститель да иисус потом по-другому им говорит да помните про детей сравнивая вот иоанн крестители себя с детьми говорит вам пели дети печальный песню помните как креститель призывал змеи порождение ехидны как вы думаете убежать от будущей от осуждения в гиену печальная песня печальный призыв такое благовествование евангелия с упором на от да не выникаетесь до пришел сын человеческий и другие дети мы вам пели на свирели иисус горит делайте и будьте в небесном царстве завлекает чем собственным счастьем святостью от которой будет собственно счастье имеет и вам тоже все равно здесь подобный случай абсолютно подобный случай с антониум действительно знаете у меня просто потом в своей жизни естественно как у это учителя так скажем ну для кого-то я вы может не учитель для кого-то учитель и вот когда ко мне обращались ну или пусть просто вот так он для них может антониум тоже не учителем и так и было чем антониум великого был один ученик прям старичок который к нему пришел и доказал то что он хочет быть хотя антониум никого не брал ученики да вот и ко мне тоже приходили иногда это же ну делай вот так делай вот так и ты познаешь истину на что истина поставить сначала умом просто принимается на веру до люби ближнего люби животных будь станет веганом потом тебя начнет раскрываться сердце тебя начнет очищаться и тело и ум ты поймешь пока слепой ты ты много тоже действительно ты все это не понимаешь пока ты будешь как ты злой ты примешь это решение не тут на веру ты принимаешь тысяч не знаешь какое-то при не принесет откровение как ты раскроешься что в тебе раскроется тебя глаза откроются ты увидишь каким-то был чел ты через силу делаешь некоторые вещи понуждаешь себя да потом действительно это что добрые дела просто брать и делать брать и делки ты поймешь ты иди раздавай по 10 рублей ты увижу добрые глаза куча спасибо и в тебе начнет это раскрываться начнешь поймать понимать какое счастье любить до творить добрые дела все через сил ты их ненавидишь может хоть кидать в них этими 10 рублями но образно говоря в этих попрошайка но я так образно говорю конечно нежелательно так делать новый смысл понимать я люблю контрасты но когда он тебе даже в ответ на то что им бросил воздушный поцелуй в ответ это бабушка пошлет вот тогда до тебя может все это дойдет это действительно так работает сюда в нашей жизни вот поэтому здесь очень важно да вот и вот это вот нет желания это действительно так вы знаете я на опыте своей жизни именно с этим столкнулся это действительно так у людей нет желания нет желания нет решимости затем если даже и вдруг желанием бы я как бы хотел бы да но нет решимости нет воли но это тоже самое воля тоже самое знаете ведь воли это сила воли если и более пространно говорить, и поэтому слово здесь очень уместно. Сила, что такое? Вот я сильный. А как сила обретается? Ну, сегодня нет силы, так ее надо заниматься. Ну, ты что, ты можешь? Вот Антоний Великий очень правильный путь им дал. Мы сейчас переходим постепенно ко второй части вопроса. Как же возрастать? Когда ты принял это и возжелал этого, и вот у тебя сила воли. Мы сейчас пытаемся только родиться, только семечко, чтобы выбилось. Да, найти эту силу. Самое главное, семечку выбиться первой. 50% уже успеха жизни. Вот эту первичную силу найти. Начать, сделать первый шаг, как говорят, самое сложное. Переступить вот этот момент. Решиться и переступить. Дальше ты пойдешь уже, и путь твой будет облегчаться. И семечку уже дальше развиваться легче. Самое тяжелое из земли выскочить. Говорят, там сила атомной энергии, бомбы сосредоточены в одном семечке, что он всю эту землю растаскивает. Казалось бы, там вот такая волосинка. Она все-таки вылазит порой даже из каменной земли. Действительно, вот мне нужна решимость. Ну, а как она опять же? Ну, хорошо, ты этого не можешь. Начни с малого. Ты когда в зал приходишь, в зал приходят дохляки. Посмотрите на путь Арнольда Шварценеггера. Каким он пришел юнцом туда. Ну, что он там, сразу вот таким был, буйволом. Нет, он был обычным пареньком, вот таким скелетиком. Да, во сколько там он, в 10 лет, по-моему, пришел. Мы все такие, любой ребенок, мужчина, я такой же был. Но мы сначала так вот развиваемся, на нас смотришь, нас ветром сдувает этих ребят. Да, это мы потом возрастаем в таких мужланов. А вначале-то вот такие, и женщины такие же спички. А посмотрите потом в бабичи каких вырастают. Попа больше, плеч в два раза. А вначале все маленькие, худенькие, и ребята такие же. Так что вот так вот. И естественно, ты поднимаешь сначала сколько ты можешь. Поэтому суть в том, чтобы ты хоть что-то начал делать. Сила воли, она тоже накачивается, она тоже тренируется. Ты понуждаешь себя к маленьким делам. Делаешь, делаешь, делаешь. Ты можешь на большее покушаться на дела. И так это идет. Ну и по поводу действительно вот этой мысли Антония Великого, что по поводу того, что давайте еще раз прочитаем первую часть этого 40-го наставления. Добрым и мудрым человеком, читай как святым, равно святым, вдруг в одно мгновение, вдруг мгновенно, сделаться нельзя. Но достигается это внимательным убеждением, упражнением, опытом. Опыт это то, что ты получил, не получив того, что хотел. То есть ты копаешь, копаешь, бац, сломал. Знаешь, как копать больше не надо, чтобы не ломать лопату. Передавил, перегнул, слишком земля, ты палку давишь. Дави послабее, бери поменьше, захватывай. Опыт это то, что ты получил, не получив того, что хотел. Это не просто практика. Можно быть очень практичным человеком, 10 лет практики иметь, и быть абсолютно неопытным человеком. То есть я работаю, работаю, у меня все идеально, мне просто везет. У меня все хорошо получается. Ты неопытный. А опытный, тут дофига косяков было. Да, и он знает, что сейчас вот так вот будешь делать. Вот так возьмешь в руки инструмент неправильно. Вот он тебе сломается или там сломаешь что-то. Он уже знает, потому что он уже так делал, да. Вот не досыпешь, пересыпешь чего-то туда. Блюдо ты готовишь или какую-нибудь химию там, что-нибудь смешиваешь. Вот не доложишь это, вот у тебя все скиснет там, и все пропадет. Он уже опытно знает, он не докладывал, у нее все пропадало. Все очень важно, да. Вот опытный такой. Продолжительным подвигом. Не зря это слово кто знает, особенно в святоотечественной так называемой литературе, я говорю, это вообще одно из самых частых слов, да, подвиг. Это действительно так. Как Иисус другими словами. Почему? Ну, протестанты у них все легко там, да, спасен по вере. Почему именно подвигом названа святая жизнь? Ну, потому что Иисус так и говорил, что это узкий тернистый путь сквозь тесные узкие врата, да. Это очень важно. Говорил об этом Иисус, да, эти слова можно читать как подвиг, конечно. Подвигом и сильным желанием доброго дела. Добрый и боголюбивый человек, истинно познавший Бога, покоя себе не дает. Вот это мне вообще цепляло всегда у Антония, потому что у меня именно то. Он говорил словами, описывая мою жизнь. Покоя себе не дает, делая все без исключения угодное Богу. Но такие люди редко встречаются. Это действительно так. О чем Антоний говорит опять? О совершенстве. Делая все без исключения угодному Богу. И покоя себе не дает. Вы знаете, это действительно удивительно. Я вот, когда Господь призвал меня, я действительно вот именно покаялся, принял это семечко в своей жизни. Возжелал его всем сердцем. Возлюбил Бога, возлюбил истину, возлюбил любовь. Возжелал всего этого совершенства, этой святости. Захотел быть таким же, как Он, чтобы быть с Ним и с такими же, как мы все, святые. И я пошел этим путем. Этот путь нелегкий, действительно, путь тяжелый. Я много чего прошел, хоть я с легкостью сейчас вспоминаю обо всем. Но я от всего отрекся, полностью посвятил себя познанию истины. Сначала теории, ее в своей жизни практиковал. Чтобы что-то практиковать, надо понять, что практиковать. И эта практика ведь доводила меня до умового совершенства. Потому что я познавал все на деле. Практиковал, что как. Я действительно не находил себе покоя в исполнении всего. Я Евангелие всем рассказывал, я по винтикам разбирал. Я все заповеди сам. Я их склеивал, переклеивал. Я четыре Евангелия собирал сам. Потом узнал, что, оказывается, забываю все эти имена-то. Феофан Затворник давно за меня это сделал. Есть у него труд. Евангельская история о Боге Сыне Уплотившемся. Видите, я все эти вещи помню до сих пор. Я читал по четыре Евангелия в течение десяти лет, чуть ли не ежедневно. Я Новый Завет знаю, как и всю Библию, приблизительно дословно. Я кучу всего перечитал. И все это исполнял. Именно исполнял. Я покоя себе не находил, пока не обрел, пока не вырос, пока не стал совершенным. Пока у меня не нашлось ответы на все вопросы. Я стал проповедовать. Я вам говорю, уча, учись. Это я тоже у древних мудрецов все подчеркнул. Да, да и у современных. Это очень важно. Ты сам возрастаешь у ча, потому что ты понимаешь, можешь ответить. Ты себе все это дошлифовываешь. А то как та собака, говорит, лайк, но сказать не может. Но сам ты можешь живешь, а ты можешь другому объяснить. Именно проповедь вот эта дала возможность все дошлифовать, все самому. У самого все разложилось по полочкам. Если ты другим не можешь объяснить, значит, ты сам до конца не понимаешь. Это очень важно. Плюс ты в своем мыльном пузыре находишься информационном. Тебе задают вопросы, подковыривают. Ну ладно, где-то там понятно. Просто не обличают, а обзывают там и так далее. Просто гнобят, это одно. Поэтому никакой пользы особой нет. Ну там раз-два себя проверил. Реагируешь ты на это, заводишься или нет. Нет, ну и все. Поэтому блокируешь спокойно этих людей, потому что толку целыми днями с помойми на голове. С утра проснулся, комментарий открыл. Там куча говнища на тебя льют. Чего от этого? Какая польза никакой? Кроме настроения упадшего и нежелания вообще что-нибудь проповедовать. Вот. И действительно ты все это проходишь. И вот, конечно же, святым стать в один день. Я всем тоже говорю. Понятно, это невозможно. Но к этому надо, естественно, дойти каждому. Не надо стремиться. Заметьте, как я выражаюсь. Каждый обязан стать святым. Об этом говорил Иисус. Будьте, он сказал, будьте совершенными. Если вы слушаете и не исполняете перед этим, после этого он скажет, вы подобны человеку безрассудному, построившему дом в своем на песке. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Это не просьба. Это не на выбор желания. Это призыв ко всем, кто хочет последовать его путем. Это очень важно. Так что вот так вот. И вы знаете, вот у Серафима Саровского, несмотря на то, что в тексте я это не стал, я вот просто вспомнил, что не такой, кто в живьем будет читать когда-нибудь. Может, кто-то меня слушает, православный. А может, читали, то вспомнил, что такой действительно был. Я это придумать не мог сам из головы. Я просто не могу уже точно дать источник, так скажем. Хотя он, может быть, мог вообще не говорить. Поэтому суть ли, важно тратить свою жизнь, теперь время ковыряться, у меня просто нет никакого желания находиться. Вот. Но я просто запомнил. Я многие вещи, вот такие великие фразы, мысли, познаются по всей силе жития. И она лесточника. Конечно, я все это помню. Они у меня напечатались на сердце, не хуже евангельских слов Иисуса, или апостолов, каких-то библейских, прочих выражений, слов, событий из всей Библии. И вот я говорю, из предания я все лучшее собрал. Или из каких-то древних мудрецов, или современных проповедников. Вот что-то я тоже брал. И вот якобы тоже Серафима Саровского спрашивали, типа... Я не помню, короче, да, дословно там спрашивали. Короче, я помню его, как бы, вот эту фразу, да, как он сказал, что в чем беда-то, и было бы хорошо, чтобы если бы мы, возрастая по телу, да, возрастали и по внутреннему человеку. А то, говорит, внешне-то растет, а внутренне остается ребенком, либо вообще загинается, и так далее. Вот это очень тоже важно, да, что, говорит, если бы... Может, действительно так. Я вот встречаю люди старше меня в два раза есть. Мне уже 40 почти без полгода. Общаюсь я с людьми 50, 60, 70, 80, лет 90 есть в моем окружении, да. Ну и вот какой уровень внутреннего человека по уму и по сердцу, по всему. То есть, ну, знаете, уровень там очень слабенький. Ну, соответственно, и жизнь такая. Там все зависимо. Вот именно ум у тебя вот такой. Ум-то я в каком смысле говорю? Будьте на доброе, младенцы, умные, да, как Павел говорил. Здесь об этом речь идет, да, о размышлениях, о понятиях вот этих жизни. Соответственно, у тебя в уме одна доброта и желание одного добра и стремление к этому совершенству. У тебя дела будут, соответственно. А там нет никакого желания. Там своя жизнь. Причем порой, вот именно, убей, убей фашиста под названием украинец, да, мама с ребенком и так далее. Казалось бы, взрослый человек уже скоро на тот свет собираться. О чем ты думаешь-то? Вот. Пофигу на всех животных. Я жрал мясо и буду жрать. Вот. Все говоришь. Порой все понимают, как бы, с одной стороны. Понятно, что там мозги-то, разум-то есть так называемый, да. Ну, это кто-то ум называет высший, кто-то разумный. Бару человек – это все игра слов. Вы, надеюсь, все понимаете, о чем я говорю. Вот. То есть, это личность, это высшее я, оно все понимает. Вопрос, что она избирает. Избирает – оно зло. Очень важно понимать. Вот. Поэтому, конечно же, все вот это вот родиться в одном нельзя. И нельзя, не надо смущаться, вы знаете. Я всем рассказывал, слушайте, да я до сих пор тоже косячу. Бывает у меня. Просто когда любит, ты что там, безгрешен? Да, безгрешен? Я косячу? Да, косячу. Но я косячу, я каюсь. Если я где-то что-то накосячил, кому-то что-то сказанул, тоже могу уж. Бывает, под настроение попасть. Вот. Но в жизни святого человека – это редкость. Не зря сравнивается попадание в небесное царство, вот этот огонь поедающий, да. Павел хорошо сравнивал там разных людей, грешников, соломы, святых людей, с золотом, с неочищенным, да. Что, понятно, солома огня боится, она вообще туда не попадет. Для нее это смерть. А вот золото неочищенное, действительно, для нее огонь – это счастье. Потому что она в нем очищается от примесей, от прикисей, всех этих примесей, окисей там всего на свете, да, и становится таким блестящим, чистым, прекрасным, да. Вот. Поэтому, знаете, человека святого в нашем понимании, слушайте, просто в книге смущается тоже этими словами, ну, почитайте книгу «Деяний». Все ранние христиане назывались святыми. А также святым, там, в таком-то селе пишут, вспомните, как письма пишутся, святым владики, там, да. Да, вот, всем передавайте привет. Действительно так. Вот. Ну, и мы видим, что там были далеко не святыни все, или согрешающие, или иногда, да, косячили, но тоже исправлялись. Даже апостолы. И расставались, и ругались, и кто-то был прав, и не прав. Там разные случаи есть. Уже в деяниях, и в посланиях апостолов можно посмотреть, как развивалась церковь. Это очень важно. Ну, действительно, эти люди, первые ранние ученики Иисуса Христа отрекались от, действительно, не просто там крупного какого-то зла, да, не убей, не укради, не прелюбодей, да, ствуй. Нет, реально люди, ну, максимально избавлялись от всего злого и, сколько могли, совершали всего доброго. Это да. Были у них косяки? Были. Я говорю, книга «Деяния», их послание нам об этом свидетельствует. Были там и сильные косяки. Вот. Были и мелкие. Мелкие и простительные. Поправляли, исправляли. Сами эти ученики, так называемые, друг-друг, когда поправляли, принимали обличение, да. Были крупные. То есть, вообще, были кто, якобы были учениками, потом вообще отваливались, вообще противниками становились. Это прям тоже и в книге «Деяния», и в посланиях мы это видим. Все, вам сейчас случаи напоминать не буду. Кому интересно, со мной на канале, может весь Новый Завет почитать, послушать с моими комментариями. Вот. Поэтому я просто образно говоря, на доверие в этом плане моим словам, а там можете их все проверить. Вот. Действительно, у нас так все это там описано. Поэтому, действительно, святой человек, тот человек, который сознательно табу себе полное положил, то есть, запрет на творение какого-либо зла миру его окружающему, растительному, животному, человеческому, и сколько может, делает добра. Что от него зависит, насколько он способен, что у него есть возможности, он помогает, творит. Вот. Вот и все. Вот и вся святость, она недостижима. Иисус, несмотря на то, что, да, действительно, путь Уза Катернис, христианина, за Господом Богом нашим Иисусом Христом, Господином, Учителем, Наставником, да. Но при этом Иисус же сказал, что «Иго мое благо, а время мое легко есть». Это тоже очень важно помнить. Несмотря на то, что сначала и первый шаг, и трудно, и тяжело, первый шаг ребенка – это чудо, он ему тоже дается с усилиями, он несколько раз падает на попу, да. Но когда ты делаешь, как в любом деле, ты навыкаешься, у тебя опыт. И с годами, казалось бы, должно быть тяжелее, а тебе все легче, 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 легче. Это очень важно. Вот так вот. Так что это только кажется. Это поначалу, понятно, когда ты слабенький. А чем дальше ты идешь, чем ты укрепляешься, этот путь все отраднее, отраднее. Не зря Иисус такие, казалось бы, самые великие подвиги говорил, что блаженны вы, даже когда вас будут поносить, потом там избивать, гнать, убивать за имя мое, будьте блаженны. Как это можно быть счастливым, когда уже ты будешь являть жертвенную любовь абсолютно? Да вот так вот. Потому что ты уже достигнешь познания, и ты уже знаешь кто ты, откуда идешь, куда, и что ты совершаешь, и как ты сдаешь экзамен. Да, ты по плоти будешь страдать, когда тебе будут череп ломать. Но по духу ты будешь уже как Иисус, как его ученики, как Стефан, говорить прости, не ведать, что творят, прочие-прочие вещи. Когда его повивали камнями, это дела неприятные, но ты уже не будешь желать зла своим врагам, будешь являть ему жертвенную любовь. Вот и все. И до этого достигнуть очень несложно. Было бы желание, а потом решимость. Вот и все. И, естественно, не надо смущаться тем, что это не мгновение произойдет, а это будет путь, в который тот, кто решится, возжелает и решится, отправится. Ну и если, я говорю, не ослабеет, как Павел писал, то достигнет. Ну вот такое вот видео. Видите, много чего вспомнили, интересненького почитали, я надеюсь, для вас было. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До следующего видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok